Бисмиллах и рахману и рассалату вассалату и бассаламу ала шерфил анбиият и бассалин набстановина, амбиям, алихи и сахбе и аджмахин, амбад. Ассаляму алейкум и рахматуллах и баракату, уважаемые братья и сёстры. Сегодня хотелось бы сделать такое неправонятное напоминание, встречаемое таких людей, которые стремятся к удовольствуясь к всему Сślану А nawet. Но иногда шайтан им нашептывает в их сердца после того, как они совершили какой-то грех. То есть, зачем ты идешь по пути Всевышнего Аллаха, ведь ты грешишь. И тем самым шайтан ему нашептывает это великое из нашептываний шайтана, самое опасное нашептывание шайтана, когда шайтан нашептывает человеку в душу, то, что зачем ты делаешь благие дела, зачем ты молишь и зачем ты постишься, или зачем ты такое-то благое дело совершаешь. у тебя есть такие-то, такие грехи, которые ты не можешь оставить, ты ведь опять их будешь совершать, и это отдаляет его от пути Аллаха, и человек говорит, да, ведь я не искренне с Аллахом, и ведь я тогда получается обманываю Всевышнего Аллаха, если я такие грехи совершаю, а сам я прошу Аллаха удовольствие, сам я обращаюсь к Аллаху, я лучше вообще не буду обращаться к Аллаху, чтобы не обманывать Аллаха, и это и является, пусть шайтан нас не сбивает и не нашептывает вот такое, шахават, ащубухат, нашептывает шайтана в виде страстей, в виде сомнений. Давайте с вами вспомним хадисы пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал куллю ибна Адама хатта вахайру лхаттаин, а тавабун каждый из людей в этой жизни ошибается, грешит, и наилучший из этих людей те, которые просят у Аллаха субхану ата'аля, а таваба, покаяние. Аллах субхану ата'аля в Коране в сурате лихкав, когда вспоминает об обитателе рая, о праведниках, Всевышний Аллах субхану ата'аля что говорит? أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَمْبَلُ عَنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَمْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُوا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ Их сайъят, плохие деяния, грехи, согласно обещанным им обитателям рая. وَعْدَ السِّدْقِ Это обещанное Всевышним Аллаху, то, что он прощающий. Значит, Аллах в этом аяте сказал нам, те, кто попадут в рай, праведники, Аллах принимает их благие дела и прощает им их плохие дела. И здесь Аллах дал нам понять, что у каждого есть сайъят, у каждого есть плохие дела, грехи, но Аллах согласно обещанному прощает. Поэтому хотелось бы также вспомнить хадис от Аби Хурейра, хадисы القدسي, то есть хадис, который Аллах передает, как посланник Аллаха, саллаху али салям, передает от Аллаха хадисы القدسي, где Аллах обращается к рабам и сказал Аллах субханава та'аля أَذْنَبَ عَبْدِ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبٌ يَأْخُذْ بِذْذَنْبِ وَيَغْفِرُ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ غْفِرْلِي ذَنْبِ ثُمَّ عَاد То есть раб мой, говорит Всевышний Аллах субханава та'аля, совершил грех. И после этого он знает, что у него есть Господь, есть Творец, есть Создатель, Халиқ, который прощает грехи и который наказывает за грехи. И обращается к Аллаху, говорит, О Аллах, прости мне этот грех. Потом возвращается, опять совершает этот грех. И то же самое с ним повторяется. فَأَذْنَبَ عَبْدِ فَعْلِمَ أَنَّ لَهُ رَبٌ يَأْخُذُ بِذْذَنْبِ وَيَغْفِرُ ذَنْبًا فَيَقُولُ رَبِّ غْفِرْلِ ذَنْبِ Он говорит, О Аллах субханава та'аля, возвращается к Аллаху опять после греха, понимая, что у него есть Творец, который наказывает за грех. То есть у него здесь трепет перед Аллахом, страх перед Сивишем, Аллаху субханава та'аля. И он понимает, что у него есть Аллах, который прощает грехи и обращается к нему, говорит, О Аллах, прости мне этот грех. А потом шайтан ему нашептывает, он опять возвращается, совершает этот грех. فَعَذْ, Аллах субханава та'аля, и вернулся опять на грехи. فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبٌ И понимает опять, что у него есть, вспоминает, сам себе напоминает, что у него есть Господь, Творец, Аллах субханава та'аля, который наказывает за грехи, который прощает грехи. И опять обращается к Аллаху, субханава та'аля. فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبِّنْ يُڑِرْ لِي زَنْبِي Не то, что там, когда ты просишь покаяния, там, в дело, что хочешь, я тебя простил. То есть, бывают люди, ставь рула, неискренны с Аллахом и думают, что вот Аллах все равно же простит. И когда он совершает покаяние, тяуба, в этот момент он уже в голове думает, ага, завтра я опять буду совершать этот грех. Это неискренны с Аллахом. Такую тяуба Аллах не принимает. Подразумеваете, потому что есть, ты когда просишь Аллаха покаяние, ты должен в этот момент не любить этот грех. И, азим, у тебя должно быть решительно, что ты больше не вернешься. Но, человек сотворен слабым, если вдруг он после его искреннего тяуба, покаяния, опять вернулся на этот грех и опять попросил Аллаха прощения, Аллах его будет прощать. Аллах будет его прощать. Самое главное, о мои братья, мои сестры, мы все грешны, мы не ангелы. Каждый человек грешен, у каждого есть грехи. Но, однако, если вдруг попал в грех, то попроси Аллаха искренного покаяния. Попроси Аллаха, субханатая, тяубы, сожалей. Инкисарун кальб внутри, ломайся. То есть, тебе должно быть не противен этот грех. Ты должен возненавидеть этот грех. Тогда Аллах, субханатая, будет прощающим, милосердным, субханаху та'аля, по отношению к тем, кто просит его грехи. Нету безгрешных людей. Рок Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал в достоверном хадисе. Если бы вы не грешили, тогда бы Аллах сотворил другое творение, которое вы совершали грехи. После этого попросили у Аллаха, субханатая, покаяния, прощения. И Аллах прощал бы им. То есть, человек нуждается всегда просить у Аллаха, субханатая, искренного покаяния. Аллах бы тогда других людей сотворил, которые бы нуждались в милости и в прощении Всевышнего Аллаха, субханатая. И в конце хотелось бы сказать хадис Мутафа'кун Алейх, достоверного хадисе. Посланник Аллаха, саллаллаху алейху алейху ассалям, сказал, Иблис сказал Всевышнему Аллаху, субханатая, Я буду сбивать твоих рабов до тех пор, пока их души в их телах. То есть, до тех пор, пока они живы. Аллах, субханатая, сказал Аллах, Аллах ответил ему. Я клянусь также своей честью, своим величием, говорит Всевышний Аллах, субханатая, Я буду прощать их до тех пор, пока они будут просить у меня прощения. Как только человек опустил руки и шайтаном нашептал, Оставь этот путь Аллаху, субханатая, И перестал, он ушел, углубился в своих грехах, И перестал просить у Аллаха, субханатая, прощения. Вот в этот момент Аллах, субханатая, не будет прощать. Но если человек по своей слабости попал в тот или иной грех, Попросил у Аллаха, субханатая, прощения искренне, И потом все, у него азим, у него решительность, У него садик на Аллах, он искренен с Аллахом, честный с Аллахом, Опять ему шайтан после этого нашептал, опять попал в грех, Потом опять будет просить у Аллаха, субханатая, прощения. Хоть сколько бы это раз не повторялось, Но если он искренне Аллаху, субханатая, прощения, и попадает в грех, Аллах будет прощать по своей милости. Ведь Аллах, субханатая, прощающий и милосердный. Но как только человек отпустит руки и станет высокомерным, Аллах, субханатая, именно, Аллах не любит высокомерных людей. Вот от них Аллах, субханатая, отворачивается. Поэтому пусть ни мне, ни вам, уважаемые братья и сестры, Иблис, шайтан не нашептывает, Какой бы грех мы не совершили, Что все оставь в пути Аллаха, субханатая. Пусть не отвлекает это нас от того, чтобы мы шли, От того, чтобы мы шли по пути Всевышнего Аллаха, Субханатая, к довольству Аллаха и в его рау. Субтитры создавал DimaTorzok